МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире наши новости. В студии Денис Симоненко. Здравствуйте. Памятник ополчению всех времен эскизы и проект принят, где и когда появится монумент. Если позиция городской администрации отразить вкратце, то мы за. Десятитонная большая тройка. В Левадию вековечены лидеры трех держав. Итоги Международной Ялтинской конференции 2015. На годовщину Крымской весны в городе появится закладной камень, а спустя время и сам памятник к народному ополчению. Первый и пока единственный в России. Такое решение приняли на общественных слушаниях, которые провела Симферопольская администрация. Ополчение в Крыму. Перед ним мы в долгу. Сохранила наш край от фашизма. И сегодня в строю. На нелегком посту. В нас вселяет заряд оптимизма. Быть или не быть памятнику. Этот вопрос уже давно будоражил общественность. Большинство, конечно, высказывало свое «за». Но были и те, кто противился появлению нового постамента. Чтобы никому не было обидно, провели общественные слушания, где представители власти, руководители общественных организаций, политических структур и просто горожане приняли сообща решения. Если позиция городской администрации отразить вкратце, то мы «за». Только определить место, определить формат, определить, чтобы это было тем памятником, который останется на, ну, пусть на столетие, скажем так, в памяти наших горожан. Потому что отражает не только события Крымской весны, как некоторые пытаются это преподнести, а и все события нашей многовековой российской истории, в которых народное ополчение принимало непосредственное участие. Если вспомнить многовековую историю российского народа, то во все времена, как только наступали рубежные знаковые события, когда нужно было в считанные секунды встать на защиту Родины, поднимались люди, становились в ряды, защищали границу и назывались народным ополчением. К слову сказать, именно такие герои в свое время одержали оборону Севастополя. Памятник ставится народному ополчению всех времен. Всех времен. Ополчение во все времена становилось в первую очередь на защиту нашей державы, то бишь Великой России. В ополчение входили всегда люди кто? Обычные рабочие, завода, фабрики, которые там бухгалтерией занимались. Обычные люди. И люди всех национальностей входили в состав ополчения. Как и произошло в нашу весну Крымскую. Проект памятника уже готов. Эскизы мемориала представили на общественных слушаниях. Вид постамента впечатляет. И несомненно, такое сооружение способно не только напоминать об истории, но и украшать город. У нас есть в Симферополе Долгоруковский шпиль, так называемый. В честь присоединения, годовщины. Все мы его знаем. Тут, может быть, какие-то параллели, конечно, прослеживаются. Может быть, в самой идее, вот этой высоте памяти, достаточно высокий, но по проекту. На вершине установлен крест народного ополчения времен Крымской войны. На кресте изображен Георгий Победоносец. Основными на памятнике являются три фигуры. Ополченец Крымской войны, ополченец Великой Отечественной и представитель ополчения Крымской весны. Постамент из красного гранита, альминского белого известняка, чугуна и других металлов обойдется ориентировочно в 17 миллионов рублей. Деньги, которые направят на его создание, будут внебюджетные. Их предоставят спонсоры и пожертвуют горожане. Место для памятника уже тоже определено возле Совета Министров, напротив доски почета. Решение о постановке памятника на общественных слушаниях приняли единогласно. Установка закладного камня памятника народному ополчению всех времен на улице Гоголя, проспект Кирова, 13. Принято единогласно. Ополченцы, ополченцы, вы герои всех времен. Ополченцы, ополченцы, эй, близкий вам погром. Александра Пермякова, Андрей Заходский, Служба новостей и ТВ. Уже третий день крымчане и весь мир вспоминают о Ялтинской конференции 1945 года. Той самой, на которой тройка великих держав, СССР, США и Англия, обсуждали послевоенное устройство мира. Вопросы, поднимаемые 70 лет назад, актуальны сейчас, как никогда. На Украине идет братоубийственная война, в западных странах процветает терроризм. Коммунистическая партия Российской Федерации решила подключиться к идеям уже состоявшейся международной конференции Ялта 1945. Прошлое и настоящее будущее. Проявила сегодня свое обсуждение. На конференцию приехали представители Коммунистической партии со всей России. Из Москвы и Санкт-Петербурга, из Архангельска, Волгограда, Пензы и многих других городов. Немало тут и крымчан собрались в первую очередь для того, чтобы отдать дань памяти Сталину, Черчиллю и Рузвельту, которые, несмотря на взаимную антипатию, нашли в себе мужество, чтобы заговорить о мире. Вместе выступили против нацистской Германии. Конференция 1945 года стала одним из ярчайших событий в истории советской дипломатии. Ключевые, многие решения были приняты именно здесь, в Ялте. И поэтому ни наша крымская партийная организация, крымское отделение КПРФ, ни центральный комитет нашей партии не могли пройти мимо этой даты. Красная армия сыграла решающую роль в итогах Второй мировой войны. Но появляются силы, которые пытаются пересмотреть историю. У нас сегодня переписывается история, делается попытка сделать главным победителем Америку и Англию. Но на самом деле, смотрите, мы потеряли 27 миллионов своих сограждан, лучших. Америка всего 260 тысяч, Англия там 360. Это же не соизмеримо, так ведь, да? Ну и второе. Если на нашем фронте сражалось 120 дивизий немецких, то с той стороны всего 25. Сегодняшняя конференция не только дань памяти героям и их руководителям, но и оружие против тех, кто преуменьшает ключевую роль СССР в итогах войны. Оружие против современных проявлений фашизма. Пора бы, наверное, великим державам, Советам России, Соединенным Штатам и Евросоюзу приехать в Крым. А Крым дал посыл, все-таки, как объединительный, тем, что он все-таки вошел в состав Российской Федерации, что давайте все-таки уберемся амбиций, приедем на эту благодатную крымскую землю, вспомним, что 70 лет назад сделали наши предки, сядем за стол переговоров и прекратим начало Третьей мировой войны. Коммунисты полностью поддерживают идеи резолюции, принятые участниками международной конференции Ялта 1945-го, прошлое, настоящее будущее. Осуждают попытки возрождения в мире идей нацизма, будут делать все, чтобы о Второй мировой войне, союзничестве СССР, Великобритании и США в борьбе с фашизмом распространялась достоверная информация. Татьяна Ханкота, Иван Ковалев, Служба новостей и ТВ, Газпро. И в продолжение темы. На южном побережье Крыма завершилась международная научная конференция под названием Ялта 1945 – прошлое, настоящее будущее. В двухдневные конференции принимали участие более сотни делегатов из разных стран мира, для которых были подготовлены три пленарных заседания, различные выступления, пресс-клубы. И как апогей слета Большую Тройку увековечили, установив трем лидерам памятник. Памятник Большой Тройки был создан Зурабом Церетели еще к 60-летию Ялтинской конференции. Но тогда, в 2005-м, его установки помешали протестами Джилиса крымских татар. Сейчас же в честь очередной годовщины легендарного съезда, в ходе которого лидеры держав решали, каким быть послевоенному миру после 10 лет скитаний. Памятник все-таки был открыт. Именно с согласованными решениями Сталина, Рузвельта и Черчилля, решениями, принятыми 70 лет назад, здесь, в Ливадийском дворце, завершалась Вторая мировая война и начинался строиться послевоенный мир, начиналась создаваться система глобальной безопасности и международных отношений. Памятник повторяет знаменитую на весь мир фотографию, сделанную 70 лет назад. На снимке запечатлены три лидера, которые ведут беседу в итальянском дворике дворца. Общий вес скульптур вместе с постаментом около 10 тонн, ширина композиции чуть меньше 6 метров, высота каждой скульптуры больше 3 метров. Открытие памятника – это одновременно и еще одно предупреждение тем политикам и тем спекулянтам от истории, которые пытаются нагло и цинично извратить историю Второй мировой войны и послевоенного устройства мира. Открытие памятника стало логичным завершением международной научной конференции, в которой приняло участие более 200 делегатов из нескольких десятков стран земного шара. Особое внимание участников конференции было уделено анализу тех процессов, которые позже способствовали разрушению сотрудничества между странами, переформированию удобной системы и напряженности международных отношений. К концу 20 века была разрушена Галтинско-Морстанская система международных отношений и общая структура всей европейской безопасности. Завершая работу, участники конференции подписали резолюцию. Ее основные аспекты – нужно вести активный диалог между странами, осуждать попытки возрождения в мире идей нацизма в любой форме и, главное, противодействовать искажению исторических фактов Второй мировой войны. Валерия Каратаева, Александр Вареца, «Пульс города» специально для ИТВ. Крымскому федеральному университету передали копии документов, посвященных организации проведения Крымской Ялтинской конференции. На церемонию для общения с педагогическим составом и студентами приехал представитель историко-документального департамента МИДа Российской Федерации. Эти же три десятка цифровных бумаг пополнили фонды музея Ливадийского дворца. Это и масса других документов, которые могут быть интересны не только исследователям. Например, список лиц, сопровождавших глав делегаций, Сталина, Рузвельта, Черчилля. Например, письмо американцев с предложением додать этой конференции кодовое название «Аргонавт». Например, меню обеда Крымской конференции, где можно посмотреть, что они ели, насколько это было вкусно, и сравнить с тем, что мы едим сейчас. Если бы Рузвельта и Черчилля кормили хуже, то, скорее всего, результаты были бы в меньшей степени соответствовали советским интересам. Стороны договорились о плотном сотрудничестве. Крымских студентов ждут на стажировку в Министерстве иностранных дел в Москве. А пока в течение полутора часов молодежь имела возможность обменяться мнением с дипломатами о важнейших исторических событиях. Для меня главный итог Ялты заключается в том, что там 70 лет назад была продемонстрирована готовность, решимость и способность договариваться, несмотря на все противоречия, которые были между странами. А ведь тогда противоречия между странами, между Соединенными Штатами, между Великобританией, Францией, другими и Советским Союзом были гораздо глубже, гораздо больше, чем сейчас имеющиеся противоречия между новой современной демократической Россией и странами Запада. Вы смотрите наши новости далее в выпуске. Пожизненный срок за убийство четырех человек в Верховный суд Крыма вынес приговор душегубы, лишившего жизни двух женщин и их дочерей. Об экономии воды не только взрослым, но и детям министр экологии Крыма рассказал школьникам, как это сделать. Очень это важно, потому что Крым сегодня действительно испытывает нехватку питьевой, хозяйственной, бытовой воды. Верховный суд Крыма вынес приговор в отношении Артура Терновского, обвиняемого в убийстве четырех человек в Сакском районе Крыма. По данным Пресс-службы прокуратуры Крыма, на сегодняшнем судебном заседании обвиняемый был признан виновным в совершении убийства двух и более лиц, в том числе лица, находившегося в беспомощном состоянии, а также в совершении поджога. Суд назначил виновного наказание в виде пожизненного лишения свободы. Как уже сообщалось в наших новостях, ранее судимый 30-летний мужчина ночью 26 апреля прошлого года в пьяном виде в одном из частных домов в селе Геройское совершил убийство 46-летней хозяйки дома, ее 12-летней дочери, а также 44-летней женщины, ее 16-летней дочери, которые накануне приехали к ним в гости. Затем преступник поджег дом, после чего скрылся с места происшествия. С февраля преступник проживал в доме одной из убитых женщин. Задержан он был в ночь на 6 мая при попытке покинуть Крым в районе Армянска. Игорный клуб прямо у себя дома. Житель Старого Крыма Кировского района решил не тратиться на аренду отдельного помещения и наладил азартный бизнес в своем частном домовладении. Клуб проработал полгода, теперь его создателю придется ответить перед законом. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым пресекли работу игорного зала. Посетить клуб могли только знакомые игроки. Администратор запускал внутрь после проведения фейс-контроля, получив на монитор изображение гостя с камер слежения. Менеджер клуба проводил азартные игры путем приема денежных средств. В дальнейшем с помощью специального ключа переводил их в электронные кредиты. Несмотря на конспирацию, правоохранителям удалось рассекретить содержателей заведения. Сотрудники полиции изъяли 16 игровых автоматов на сумму около 400 тысяч рублей. Однако денежные средства, полученные от азартных игроков, администраторам заведения удалось скрыть. Возбуждено уголовное дело. Стоит отметить, что с января этого года вступил в силу федеральный закон, по которому ответственность за незаконную организацию проведения азартных игр усилена. Ввиду принятия поправок в данную статью, ответственность за незаконные организации проведения азартных игр усилена. Владельцам незаконного бизнеса, независимо от суммы полученного дохода, может грозить до 4 лет лишения свободы. Также следует отметить, что теперь к административной ответственности за проведение азартных игр вне игорной зоны привлекаются лишь организации. Для граждан и должностных лиц наступает уголовная ответственность. Крым – пример для всей России, как в непростое время сохранить мир и спокойствие на своей земле. Ведь на полуострове проживают около 100 этносов с разными культурами и религиями. Этот опыт необходимо отображать в книгах и фильмах. К такому выводу пришла комиссия Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений после трехдневного визита. Они побывали в жилмассиве Каменка близ Симферополя, а в Батчисарая посетили школы, детские сады, ханский дворец, пообщались с местной властью и многонациональным населением. В итоге впечатления выльются в рекомендации для Общественной палаты Крыма. Но я убежден, что у нас есть достаточно мудрости и воли к миру, и воли к свободе, и к самостоятельности, для того, чтобы не дать нашим нетругам поставить нас на колени через разделение и через то, чтобы в обществе доминировали люди, играющие в чужую игру. Я надеюсь, что у нас достаточно ума, для того, чтобы не дать нашим умы, не другому, нас поссорить и через это унизить и поработить. Я убежден, что все религиозные организации будут зарегистрированы по российскому закону, то та организация, которая в Крыму существовала, мир, дар божий, куда входили все представители, ну, по крайней мере, большинство представителей религиозных организаций, она получит новое, так сказать, дыхание, новое наполнение и заработает. Я думаю, это проверенная форма, на мой взгляд, которая должна в Крыму послужить делу нормального сосуществования различных религиозных конфессий. Привыкли использовать воду безгранично, придется затянуть пояса. Крым сегодня оказался в затруднительном положении, ресурс пока не поступает из Украины. А поток оттуда покрывал 80% нужд полуострова. Важности экономии и живительной влаги ученикам 31-й школы рассказал министр экологии и природных ресурсов полуострова Геннадий Нараев. В преддверии Всемирного дня воды там стартует акция. Знаете ли вы, 575 литров в неделю может сэкономить семья из 4-х человек при чистке зубов, используя только стакан. Душ вместо ванны не позволит потратить 20 литров воды. Капля за каплей мы бесцельно используем один из самых важных ресурсов на земле. Ученики 31-й школы усвоили это наверняка. Шестиклассники общими усилиями создали брошюру напоминания о важности воды и ее экономии. Для чего нам нужна вода? Знаете ли вы, то есть интересные факты о воде? И несколько советов о том, как беречь воду. А на обратной стороне харизма высказывания великих людей и все это приурочено к Всемирному дню воды 22 марта. Это результат их труда. Когда ребенок вложил в душу, он это начинает беречь, он проникается этим и оно остается в памяти. Это мини-издание стало первым плодом стартующей акции в 31-й школе. Капля воды и капля жизни пройдет она с одной целью, чтобы дети осознали, насколько важно экономить этот ресурс, начиная от первоклассников, заканчивая старшеклассниками. Всех их ждут увлекательные конкурсы, как творческие, так и исследовательские. Коль сегодня был представлен еще и вопрос об экономии воды и каждого жителя Крыма, то здесь мы будем предлагать и участвовать конкурсы в семье. От какой-то семьи будет то ли рисунок, то ли фотография, то ли какой-то рассказ, то ли примеры какие-то, литературные конкурсы будет проходить, физико-химические конкурсы проходить, поскольку вода это все. Здесь вся таблица почти Менделеева. Ученики этой школы не понаслышке знают о важности сохранения воды. Подобные акции здесь не новинка. Направленные на сохранение экологии проходят здесь уже пять лет подряд. У многих из ребят уже есть свой рецепт экономии ресурса. Мы экономим воду, набираем запасы, когда включают воду, но мы бережем воду. Мы уважаем воду, считаем это самый главный источник в нашей жизни. Конечно, экономлю. Вода – это же самое главное, что у нас есть, правильно? Мне кажется, что ее нужно экономить. Как ты это делаешь? Ну, допустим, чайник меньше набираю воды. Мы, к сожалению, не очень часто экономим воду, но после этого мероприятия мы будем стараться ее экономить. Как отметил министр экологии Крыма в общении со школьниками, экономия воды в Крыму сегодня актуальна как никогда. Потеря потока из Украины для полуострова стала кризисом. Сейчас аж два года добывается из недр земли, но хватит ее тоже ненадолго. Крым сегодня действительно испытывает нехватку питьевой, хозяйственной, бытовой воды. Надо очень бережно относиться к воде и надо пресекать те факты загрязнения окружающей среды, водных источников, которые сегодня, к сожалению, существуют. Всем известный факт, вода – источник жизни, без нее не могут существовать ни человек, ни животные, ни растения. Но мало кто задумывается, что этот источник иссякаемый, но каждый может спасти ситуацию. Даже экономия в быту позволит сохранить тысячи литров воды. Задумайтесь, в России на одного человека приходится в среднем 350 литров в сутки, тогда как в США 200 литров, а в Европе 130-140 литров. В преддверии Всемирного дня воды акция по экономии ресурса пройдет во многих школах полуострова. Юлия Попович, Роман Ананьев, Служба новостей и ТВ. У меня на этом все. Далее новости спорта с Тарасом Брезийским. До встречи в эфире. Оставайтесь с нами. В Симферополе определились чемпионы Крымской столицы по боксу среди юношей 15 и 16 лет. В категории 50 килограммов на ринге встретились представители Красноперекопска и Евпатории. Первый город представил Сейран Мамедиев. Его соперником стал евпаториец Осман Кориев. Этот спортсмен победитель первенства родного города. Именно Кориев и оказался обладателем титула чемпиона Крымской столицы. Хотя в ринге ему пришлось нелегко несмотря на инициативу в ходе всего боя. Противник оказался неудобным. Я привык с правшой а с левшой я первый раз боксирую. Тяжелее чем правша. Попасть тяжело в голову в корпус. А вот у Егора Гнатюка все сложилось удачно. Всего минуту продержался в ринге его соперник Дмитрий Камран. И это несмотря на то что Гнатюк провел всего третий поединок а боксом занимается чуть более полугода. В Симферополе все. Ну и тренеру тоже спасибо. Подтянул много чего хорошего. Получилось так что он накидывал боковыми и все. И уже он сам терялся. Я стал столько добивать. Победу одержали все лидеры этой возрастной категории. Александр Нейзман в сложном бою со счетом 2-1 сумел превзойти Руслана Дермана. А вот Эльдар Маматов выиграл нокаутом. Чемпионом стал и перспективный Назар Роговик. У нас вообще в Крыму этот возраст 15-16 лет они очень много перспективных ребят. Я бы сказал в каждом весовом категории есть достойные ребята которые на федеральном округе покажут куда это войдут в сборную и в чемпионате России они покажут хороший результат. Чемпионат Симферополя стал первым этапом отбора к первенству России в Оренбурге которая стартует в апреле. Но для того чтобы попасть в сборную лучшим боксерам крымской столицы нужно подтвердить свой класс на чемпионате Крымского федерального округа. Этот турнир пройдет в марте. Севастопольский СКЧФ продолжает подготовку к футбольному чемпионату Крыма. В Евпатории на стадионе Арена Крым моряки в очередном контрольном поединке встретились с химиком из Дзержинска. Тренер команды Анатолий Скворцов продолжает наигрывать в составе хорошо известных местным болельщикам Андрея Киву Александра Жабакрицкого Андрея Степанова Александра Челядника Сергея Науменко похоже что именно на этих футболистах будет основан костяк Севастополя. Матч моряков вновь уже в третий раз к ряду завершился со счетом 1-3 только на этот раз не в пользу СКЧФ. Первый тайм прошел в равной борьбе без обилия острых ситуаций но за две минуты до перерыва химик Семен Федотов открыл счет а во второй половине Евгений Шилов и Сергей Квасов отправили в ворота Сергея Науменко это гол престижа. За несколько минут до финального свистка не таким обидным поражением СКЧФ сделал 20-летний форвард Кантемир Бацев перебравшийся в Севастополь из Новокубанска. Завершился второй этап крымской спартакиады правоохранителей. Очередным туром стало соревнование по гиревому спорту. В нынешнем году гири не были включены в программу всероссийской спартакиады но учитывая традиции этого вида в Крыму организаторы решили все же сохранить гиревой спорт в рамках крымского зачета. Для нас как и единоборство так и силовые виды спорта они очень не то что они популярны они нужны это служебно-прикладные виды спорта где мы должны наших сотрудников во-первых чтобы они состязались во-вторых чтобы они поддерживают свою физическую форму поэтому мы этот турнир будем проводить и они у нас в спартакиаде 2015 года по республике Крым есть. Я считаю это правильно традиция хорошая спорт очень хорошая развивает силу выносливо если можно дух закаляет бойца я думаю это очень важно это более в войсках в нынешнем розыгрыше выступили все сильнейшие крымские гиревики один из них Павел Бешко несмотря на травму спины он заявился не в боевую весовую категорию 64 килограмма а на 4 кило больше оптимального веса призеру чемпионата мира в Милане хватило минимальных показателей для достижения необходимого результата так в толчке он совершил 25 повторений и все же стал чемпионом это не результат я на тренировках это даже ну-ка я за минуту 21 толкаю у меня рекорд а это было просто чтобы постоять размяться для себя я потихонечку сейчас набираю форму к апрелю к концу апреля будет чемпионат федеральных округов это отбор на Россию планирую там показать мастера спорта уже России дальше выступить на чемпионате России а там как как подготовлюсь первое место в общем зачете заняла команда внутренних войск МВД России в Крыму второе Керченская городская организация общества Динамо а комплект бронзовых медалей достался пограничникам управления ФСБ России по республике Крым следующий этап спартакиада правоохранителей пройдет 13 марта это будет турнир подзюдо а 27 марта правоохранители посоревнуются в стрельбе из личного боевого оружия определены чемпионы Крымского федерального округа по шашкам 100 в турнире выступили 35 шашистов из 5 регионов полуострова каждому участнику предоставлялась возможность провести 9 партий по 45 минут плюс 10 секунд каждому шашки 100 или игра на стухлеточной доске считаются международными лучше других задач справился мастер спорта из Евпатории Денис Шаталин он набрал 7 очков из 9 возможных на полбала отстали сразу 2 соперника мастер спорта из Симферополя Сергей Похвалитов а также ветеран крымских шашек 80-летний алуштенец Юрий Бабылев но последний опередил противника благодаря дополнительным показателям в женском зачете победу одержала Лейла Ибрагимова из Симферополя а вице-чемпионкой и обладательницей бронзовой медали стали соответственно Елена Андрианова и 13-летняя шашистка из Евпатории Вероника Полываная она же оказалась сильнейшей среди девушек опередив Наталью Гапон из Симферополя чемпионский титул в зачете юношей с показателем 4,5 балла завоевал Николай Швадский все победители чемпионата Крымского федерального округа поучаствуют в чемпионате России который пройдет во второй половине весны Редактор субтитров А.Семкин